Проблемы прилетели откуда не ждали. Федеральные чиновники дали отмашку разбить территорию вокруг аэропорта на 7 зон. Первая и вторая относятся к самой воздушной гавани. Здесь запрещено строительство, не связанное с деятельностью аэровокзала. В третьей нельзя строить высотные дома. В четвертой запрещены радиомаяки и радиотехнические сооружения. Пятая подзона контролирует появление опасных производств. В шестой под запретом мусороперерабатывающие заводы и свалки. Седьмая подзона шумовая. Жилая застройка не приветствуется, как и у законения существующей. Все эти зоны охватывают большую часть Улан-Удэ. При проектировании этой зоны была применена балтийская система высот. Она у нас в городе, но применять ее надо очень осторожно. Получается, в районе сотых кварталов, которые находятся на возвышенности, получается, чтобы построить даже одноэтажный дом, ты должен закопаться на 20 метров вглубь. Там можно строить, а на поверхности нельзя. Хотя рядом стоят высотные дома, и они даже ниже, чем соседние горки. Там есть еще несколько несоответствий, которые нужно исправить. Высотные отметки не учитывают рельеф в сотых кварталах, поэтому в третьей зоне нельзя получить разрешение на строительство и навод в эксплуатацию. Вопрос решается. Уже возглавил работу заместитель председателя правительства Республики Бурясья Луковников Евгений Валентинович. Под его руководством ведется большая работа с Минтрансом Республики Бурятия, с аэропортом Байкал. Вот как раз по изменению отметок третьей зоны. И, в общем, надеемся, что вопрос решим положительно для нашего города. Еще один проект, с которым город может пролететь, это новый мусорный полигон. На старом места практически не осталось. Площадку под новой нашли с трудом. Она соответствует многочисленным требованиям и находится рядом с действующим полигоном. Вся инфраструктура там уже есть. Но вот незадача. Часть свалки попала под границы шестой зоны, где запрещены массовые скопления птиц. Там вот этот участок, он уже был выделен. На него УКС уже начал проектировать. А в 2020 году, когда они поставили на кадастровую зону подлета, и получилось, мы 300 метров попали в эту зону подлета. То есть они, в принципе, запроектировать могут, они построить могут. Но потом Роспироднадзор не даст разрешения на использование этого объекта. Очень много у нас было проведено совещаний по этому поводу. И сейчас принято решение подвинуть новую чашу полигона за природовую зону. Сдвинулись не только границы полигона, но и сроки его строительства. Это значит, скоро появится проблема. Куда вывозить мусор? Вопрос с сотами тоже показались в воздухе. Местные чиновники и депутаты готовят аргументацию об изменении новых правил для аэродромов. Документы вскоре отправят в Москву. Евгения Жировова, Батархалматов, телекомпания «Аригус».